И вот, друзья, такие классные детские площадки в моем городе Орду. Вообще, конечно, здесь красота такая. Классно все сделано. Все так новенькое, обалденное. И вот он, сам город. Красавчик. Орду. И мы запечатаем мотоцикл. Опа. Сигнализации разные такие. И не едем на машине. На оттопарк. У них называется оттопарк. Паркинг. Вот такие кварталы. Вот парковку нашел сейчас, чтобы встать. Тут нигде не встанешь, конечно. Все забито. Хвольбочка стоит, наверное, стоит. А я и на здесь, на турецких номерах. Пропустить надо. Так, а нам 500 метров до парковки. Один джигиты гоняют. И да, друзья, Сергей правил для меня чаще всего. Я еду пораньше, но он за мной. Потому что сим-карту мы купили одно на двоих, она у меня. Вот такие дела. Светофоры подъезжаем. Осталось нам 3 километра до Орду. И подъедем уже. Итак, варим кашку. Так хорошо получается. Вообще, видите, как комфорочка. Все нормально. Итак, сегодня мы ночевали в кемпинге. Вот отогнали цепь смазать. Хонду. Так вот машинка. Вот такая у нас палаточка классная. Да, все, собираемся. Вот так, так. Ночевали. И стол для подготовки. Вот, ребята, такие сапоги керзовые. У Сергея пипец. Они при этом ациклетные. Ациклетные списали. И сколько они стоят, а, Сереж, такие? 400 евро. 400 евро. Это новый брал, а не бэушный. Конечно, новый. А что, если кого-то носить, что-то? Нет, ну просто там удобно вроде быушный. 400 евро-то можно и бэушный взять. Еще одежда, вот эти все штучки, все накупить. Еще пятерка евро. Еще пятерка евро? Блин, это 5 тысяч евро за все? Ну да, это торопинка 8. Ай-яй. В общем, как я понимаю, что мотоцикл это такой не сильно дешевый вид отдыха. Мотоцикл 20 тысяч евро стоит. Мотоцикл 20 тысяч. Ну да, получается. Такой вот Honda. Самый навороченный. Вот этот Honda, да, получается? Да, коробка автоматом, все подвески подвесные, бездорожье. 20 тысяч евро, 23-го года стоит, да? Еще 5 тысячи мундирования. Да, да. Брал его в Болгарии. Пипец, конечно. Цените, цените. Еще плюс эти оборудование, одежда, каски, вот это все. Ну вот все вот эти вот, получается, вот эти, куда-то заложишь все. Пипец, конечно. Там дуги, ну еще плюс, знаешь, там дуги вот эти все. А, чтобы не падать, да? Да, ну вот это все там. Все еще стоит денег. Еще стоит. Ну, это как автодом. Ну да, как автодом. Я просто посмотрел там. Еще вложить, там сколько, еще? Еще вложить, там надо собраться, не забыть, как в автодоме тоже. Одно включаешь, другое надо посмотреть, чтобы поехать. Там одно выключить, другое, там это, тут-то, там, чтобы дверь не отходил. Тут тоже на мотоцикл, как понял, приготовиться надо столько всего, да, чтобы поехать? Ну, приготовиться, да. Тут все сложить, чтобы ничего не упало. Все, все висело на этих, как, на мотоцикле. Ну да. И вот, друзья, такой кемпинг у нас красивый. Сегодня ночью был. За 300 лир, это получается 1000 рублей на двоих, по 500 рублей у нас сегодня вышло. Прикольно, прикольно, да, поспали. Ну, не выспались немного. Спальники собираем. И все, друзья, вот мы с Сергеем расстаемся. Сергей в космическом аппарате. Видите, все закомплектовано, столько вещей здесь собрано, все. Вот так вот. Мотик. И все. Кушаем и разбегаемся. Вот такое здесь море красивое, черное море, друзья. Вот, друзья, такие вот здесь курочки так делают они. Это не курочка такая. Это не курочка? Я не знаю. А, и мясо. Значит, не курочка, вот такой вкусный делают. Салатик. И все, ребят, у нас последний обед с Сергеем. Вот его классная каска стоит. Видите, кафе такая небольшая дорожка. Наши средства. Машина и мотик. И вот, друзья, такие свадебные машины в Турции. Каким-то что-то черным сделают на свадьбе, мне кажется. Хотя, может быть, похороны, я даже что-то не знаю. Наверное, свадьба, друзья. Напишите в комментариях, что это свадьба или похороны. Даже непонятно. И вот у них такие парковки, ребята. В горах, в городочек. Тут вот фиг заедешь куда. Видите, все. Вообще 25 лет стоит парковка. Типа, договор с отелем. Я считаю, что цену не спросил. 30 лет вообще. До утра машину здесь оставить. Интересно здесь. Вот идут спросить отель, какая цена будет. Видите, дома угловые. И вот так вот выходишь. И здесь сразу такой въезд. Очень крутой. Поэтому парковки такие. Организованы в дворах. Ладно, Витька, въезд сразу. Точнее съезд. Очень крутой такой. И наоборот, въезд в гору. Вот так вот. Вот такой колорит. В городе. Здесь вообще, конечно, ребята. Где черный море. Прям Турция-Турция такая. Все натурально. Никаких иностранцев. Отель нашел за 500 лир. Дешевле вообще нету. Там и дешевый эконом. Цены, конечно, подскочили. Так вот. И вот здесь такая вечерняя обстановка. Все светится ярко, красиво. Гуляют люди. Такая красота. Это уже сегодня такой маленький отельчик. Одноместный номер. Но правда, так же за 500 лир. Это на наши деньги 1800 рублей. Но, правда, момент с завтраком. Хотя это приятное. Вот такие тут цены. Самый дешевый я нашел. Все, друзья. Сегодня прям курсовый отель с завтраком. Конечно, завтра такой скромненький. Но ничего, я чуть не опоздал. Он мне чуть-чуть достался. Всякие сладости, даже сок. И вот сегодня еду. 8 число сегодня. Октября. Вот сегодня такая погода жесть просто. Мне 30 километров до границы с Грузией. Возвращаюсь назад. Где-то часа. Часов пять в общем ехать. Еще хотел в трамзоне погулять. Но, походу, если такая будет фигня, нигде уже не погуляю. Прямо до границы с Грузией. Вот такая погода здесь. Видите, море совсем не видно. В общем-то, где-то, не знаю, градусов 20-25, наверное, на улице. Походу, дожди тропические начинаются. Как вот в Батуми. Лил тропический дождь вообще. Здесь прорывно. Здесь, наверное, то же самое. Вот такое море сейчас. Просто пипец тоже. Шторм на море. Дождь, шторм. Еще же, жесть. Такая вот дорога. Еду дальше. Вслед крадутся потихонечку. У меня вот еще в трамзоне 100 километров. Так, пытаюсь по максимуму ехать, но не торопясь. А то чуть лучше машину прям сносит. И вот подъезжаю. Здесь тоже фуры стоят. Видно, и как-то останавливаются, что ли. И по времени они как-то ездят. Ну, там толпа стояла сзади меня. Не успел снять. Погода очень полная жесть, конечно. Льет, льет. Вот я уже к Батуме. То есть не Батуме, а к Сарте подъезжаю. Граница. Там, конечно... А, здесь вот не видно. Только что бы его видно. Там, конечно, шторм такой мощный. Волны на Черном море. Вот уж хочу добраться. Отдалил немножко 7 литров. Патриса, 4 ларик. Это там, в общем, самый простой. 95-й бензин. 92-го в Турции нет. Вон, видите, как он лучше. Что-то творится там. Какие там волны. Вон, как... Такая мощь. Вот фуры-фуры пошли. Тут еще один предпоследний город. И сейчас уже будет Сарпия. У них называется в Турции Сарп. А в Батуме, в Грузии, Сарпия. И вообще, на турецком вот сейчас указатели появились, наконец. Батум. Как у них слышится. Батум. Называется, интересно, по-турецки. Вот, не знаю, как произносится. Написано Батум. Все, проезжаем. Так вот, красный. Очень машины вон везут. Тут все видно. Откуда-то с Грузией, что ли. Тойоты Камри. Машины в Турции очень дорогие. В общем, до сих пор еду. Уже одна полоса только осталась. Видите, это видно на границе. Такая вот эта предпоследний город. Предпоследний даже, не последний. Не Сарп. Какой-то Хоп. Вот до сих пор все фуры стоят тут. Пипец, конечно, столько здесь много. Вот одна полоса уже осталась. Так, где было две. Опа. Так, так, ооо, какая лужа. Ё-прость, это какая лужа. Надо аккуратненько, а то сейчас машину занесет. Одна машина, ребят, там залетела аж на ограждение. Сейчас была авария. Тут полиция на каждом углу стоит. Скорую помощь-то ездит. В общем, вот так вот сейчас здесь. В связи с такой погодой. Это, наверное, мне кажется, бедствие какое-то, наверное, считается в Тууции. Вот такая погода. И вот до сих пор еду. Прямо километрами стоят фуры. Вот они потихонечку, видно, передвигаются, вам вижу. У них очередь что-нибудь здесь такая. В общем, километром прям. Вот видите, море. Опа, закрылось. Километрами стоят фуры. Даже уже знак поставили. Здесь можно ехать. Там крест. Ввиду у них здоровые пробища. Проход какой-то Видно регистрацию. Так, вот мы, видно, по ходу дела подъезжаем к этому Сарпе. Вот, друзья, граница. Умрук. Сарп. Так, вот туда машину пока я не пойму, правда. Так, сегодня дождя пока нет. Вот такие волны мощные на море. Даже страшно подходить. Батуми. И вот популярная резиденция Орби-резиденция, Орби-групп. Вот такие вот здесь студии, ребята. А 400 долларов в месяц стоит в этом домике. Видите, здесь одни такие свечки стоят. Вот этот Гранд Мол. Такой. Всполнилась в таком арабском стиле. Сделала. Сделала. Сделала.